Добрый день! В данном видео мы познакомимся с конструктором отчетов в Кликсенс. Мы узнаем, что из себя представляет и какими преимуществами обладает конструктор отчетов в Кликсенс, рассмотрим два примера формирования конструкторов отчетов и узнаем об особенностях использования конструкторов каждого вида. Итак, в общем смысле конструктор отчетов представляет из себя преднастроенную диаграмму или таблицу, которая может быть настроена или доработана конечным пользователем таким образом, чтобы принести наибольшую ценность при осуществлении анализа данных. При этом конструктор отчета должен быть создан таким образом, чтобы не требовалось прибегать к непосредственно разработке приложения, а именно перезагрузке данных, создание новых объектов визуализаций и использование режима редактирования листа. Основным преимуществом использования конструктора отчетов является экономия лицензий Кликсенс типа Professional. Давайте разберем этот пункт подробнее. Мы знаем, что на данный момент существует два типа лицензий Кликсенс, которые вы можете приобрести. Лицензия Professional предоставляет пользователю широкий перечень возможностей, начиная с разработки и редактирования приложений и заканчивая выполнением функции администратора на сервере, и в связи с этим имеет довольно высокую стоимость. Лицензия Analyzer имеет меньший набор доступных функций, которые ограничиваются лишь работой в ранее разработанных приложениях, поэтому и стоит такая лицензия значительно дешевле профессиональной. Таким образом, если в компании имеется большое количество пользователей с потребностями в создании персональных аналитических отчетов, то предположительно для каждого из них должна быть куплена профессиональная лицензия, и только для небольшого количества пользователей лицензия Analyzer. Использование конструктора отчетов, как было сказано ранее, не предполагает выполнение задач разработки и редактирования листов приложения, но при этом позволяет удовлетворить потребности широкой группы пользователей. Таким образом, конструктор отчетов дает возможность приобретать вместо профессиональных лицензий более дешевые лицензии аналитика и тем самым позволяет существенно сократить затраты на использование ClickSense. Кроме основного преимущества, конструктор также позволяет удовлетворить потребности в аналитике более широкой группы пользователей, уменьшить объем приложения, тем самым увеличив его производительность и сократить набор листов приложения, что упростит навигацию в приложении для пользователей. Теперь, когда мы ознакомились с основной информацией о конструкторах отчетов ClickSense, давайте перейдем к их созданию. Первый конструктор, который мы создадим, является наиболее простым по способу своего создания. Он представляет собой прямую или сводную таблицу, в которую пользователь по своему желанию может добавить несколько измерений или показателей из заранее созданных списков. Прежде чем начинать создавать конструктор отчетов, вы должны создать приложение, загрузить в него данные и создать несколько основных измерений и показателей. Мы будем работать с ранее созданным приложением, в котором уже выполнены все эти действия. Вы также можете использовать любое имеющееся у вас приложение с данными или же создать новое. Обращу внимание на то, что для создания конструктора нам понадобится выполнить перезагрузку данных, поэтому выбирайте такое приложение, к данным которого у вас есть доступ. Для начала мы перейдем в редактор скрипта загрузки, создадим новую вкладку и назовем ее конструктор. Здесь мы будем загружать таблицы, которые понадобятся нам только для создания конструкторов отчетов. Нам необходимо создать две таблицы, одна из которых будет содержать список необходимых измерений для отчета, а вторая – список показателей. В данном примере мы будем загружать таблицы заранее подготовленным скриптом, используя метод inline. После этого необходимо перезагрузить данные нашего приложения. После завершения загрузки мы переходим в обзор приложения, создаем новый лист и называем его конструктор «Прямая таблица». Для начала мы добавляем на лист ранее созданные объекты фильтров, чтобы сохранить единую структуру листа приложения. Это действие вы можете выполнять только в случае необходимости. Затем давайте добавим на лист два новых фильтра, которые будут содержать поля таблиц с названиями показателей и измерений нашего конструктора отчетов и укажем для них соответствующие заголовки. Следующим шагом нам необходимо добавить на лист визуализацию, а именно таблицу, которая будет выполнять роль конструктора. Теперь добавим в таблицу одно измерение и один показатель, который имеют индексы 1 в наших загруженных таблицах. В данном случае это измерение филиал и показатель выручка в рублях. Нам необходимо настроить показатели таким образом, чтобы они отображались только в том случае, если пользователь выбирает их в соответствующих фильтрах. Для этого переходим в свойства измерения и настраиваем для него условия отображения, используя формулу на экране. Первая часть условия проверяет, вернет ли функция only определенные значения в данном случае единицу в поле индекса списка измерений конструктора с учетом выборок, сделанных пользователем, в том числе в фильтре списка измерений. Вторая часть условия проверяет, было ли выбрано хотя бы одно значение в фильтре выбора измерений. Используя аналогичную формулу, настраиваем условия отображения для показателя, не забывая изменить наименование полей, которые используются в условиях отбора. Теперь, перейдя в режим приложения, мы можем увидеть, что измерения филиал и показатель выручки в рублях отображаются только в том случае, если они выбраны в соответствующих фильтрах. Теперь добавляем в таблицу оставшиеся измерения и показатели и настраиваем для них условия отображения. В результате мы получаем конструктор отчета в виде прямой таблицы, в котором показатели и измерения отображаются в зависимости от выборок, сделанных пользователем. Обратите внимание, что при выборе пользователем каких-либо значений в списках измерений и показателей, в строке выборок отображаются эти выборы. Поскольку пользователь и так увидит в списках, какие элементы выбраны в отчете, мы можем скрыть отображение выборок для этих полей. Для этого мы переходим в редактор загрузки данных, создаем новую вкладку и добавляем на нее выражение с использованием тега hidden, в котором указываем необходимые поля. После перезагрузки данных мы можем увидеть, что выборки, совершаемые пользователем в списках показателей и измерений отчета, теперь не отображаются в строке выборок. Кроме использования прямой таблицы в качестве конструктора отчета, вы также можете использовать сводную таблицу. Для этого мы дублируем существующий лист, переименовываем его как конструктор сводная таблица и преобразовываем сделанный ранее отчет в вид сводной таблицы. Для каждого нового конструктора в приложении вы можете использовать разные списки показателей измерений, если требуется изменить их состав. Для этого необходимо создать новые таблицы списков в скрипте загрузки, при необходимости скрыть поля списков и загрузить их в приложение, после чего заменить фильтры и скорректировать условия отображения показателей и измерений, используя поля из новых таблиц. В результате наших действий мы получили приложение с двумя простыми независимыми конструкторами, каждый из которых имеет свои собственные списки показателей и измерений для отображения в таблицах. Обратите внимание, что рассмотренный алгоритм создания конструктора может быть использован только на объектах таблицы и сводной таблицы, поскольку только эти визуализации позволяют отображать неограниченное количество мер и измерений. Но что если пользователям требуется подобный конструктор, но уже в виде диаграммы? Кроме простых конструкторов в виде таблиц, существует также способ реализовать более сложные конструкторы в приложениях ClickSense. Такие конструкторы могут быть созданы под диаграмму любого вида, следовательно, будут более визуально привлекательными для пользователя. Давайте рассмотрим алгоритмы создания. Для сложного конструктора мы создадим две новые таблицы также с помощью загрузки методом онлайн, содержащие списки показателей и измерений. Обратите внимание, в каждую из таблиц мы добавили по одному новому полю. Таблица списка измерений содержит новое поле с поствиксом поля, которое включает название полей, соответствующие каждому измерению. Таблица списка показателей содержит поле с поствиксом формула, в нем мы указали формулы, по которым рассчитываются текущие показатели в приложении. Далее мы запускаем загрузку данных и после ее успешного завершения переходим в обзор приложения и создаем новый лист, назвав его конструктор диаграмма. Для сохранения общей структуры приложения добавляем на лист элементы панели фильтров. После этого добавляем на лист списки измерений и показателей для сложного конструктора, а затем открываем список доступных диаграмм и добавляем на лист линейчатую диаграмму. Теперь давайте добавим в диаграмму любое измерение и показатель, которые есть в списке, например филиал и выручку в штуках, и выполним настройки визуальной части диаграммы, такие как форматы отображения чисел, цветовой палитры и прочих параметров. Мы получили на листе готовую диаграмму, отображающую продажи в штуках по филиалам. Теперь наша задача превратить существующую диаграмму в конструктор. В первую очередь мы настроим отображение измерения диаграммы по выбору пользователя. Для начала давайте выберем значение филиал в списке измерений конструктора. Затем нам необходимо перейти в раздел измерения диаграммы и открыть режим редактирования выражения измерения. В открывшийся редактор мы вставим строку вызова поля из таблицы списка измерений конструктора, который содержит не перечень наименований измерений, а наименований соответствующих им полей, после чего сохраним внесенные изменения. Посмотрите, в результате наших действий мы получаем конструктор, который меняет значение измерений в диаграмме в зависимости от того, что мы выбираем в списке. Обратите внимание, когда в списке выбрано более одного значения или не выбрано ничего, в измерении диаграммы отображается нал-значение. Это происходит в результате того, что формула пытается подставить два поля в одно измерение. Для того, чтобы избежать такой ситуации, нам нужно сделать так, чтобы в поле списка измерений было выбрано всегда только одно значение. Для этого нам необходимо зайти в параметры данного поля и отметить галочкой свойства всегда одно выбранное значение. Теперь, если пользователь будет переключать измерения в списке, диаграмма всегда будет отображаться корректно. И, наконец, давайте выполним последнюю настройку для метки измерения, чтобы в диаграмме отображалась не формула, а наименование измерения. Для этого перейдем в выражение редактирования метки и добавим в него поле с наименованиями измерений. Аналогичным способом мы можем настроить отображение меры по выбору пользователя из списка. Для этого нам также необходимо установить для поля со списком показателей параметр всегда одно выбранное значение, настроить в выражении меры вызов поля, хранящего формулы расчета показателей, и затем настроить отображение метки. В завершении, как и в предыдущем примере, мы настроим тег hidden, чтобы скрыть выборы пользователя в списках измерений показателей из строки выборок, и выполним перезагрузку данных. В результате мы получим диаграмму конструктор, которая отображает всегда только один показатель и одно измерение, но позволяет пользователю выбирать, какое измерение и какой показатель следует отобразить. В ClickSense есть встроенный аналог создания подобных конструкторов, реализованный с помощью добавления в диаграмму альтернативных измерений и мер, однако у них существует несколько неявных недостатков. Во-первых, не во всех диаграммах есть возможность переключаться между измерениями или показателями непосредственно из интерфейса приложения. Например, в круговой диаграмме вы можете переключиться между альтернативными измерениями, однако, чтобы выбрать другую меру, необходимо перейти в меню исследования, что может быть неудобным для пользователя, так как требует дополнительных действий. Во-вторых, переключение между альтернативными измерениями в диаграммах всегда происходит независимо друг от друга. Пользователю необходимо выбрать в каждой диаграмме требуемые измерения и показатель, чтобы увидеть необходимые данные. Представленный нами способ создания сложного конструктора решает обе эти проблемы. Это позволяет пользователю выбирать требуемые измерения и показатели прямо в интерфейсе, и, кроме того, конструктор может быть настроен так, чтобы по выбору пользователя менялось содержимое сразу всех объектов на листе. Это позволит создавать универсальные отчеты на одном листе вместо создания уникальных отчетов под каждый конкретный набор показателей и измерений. Итак, в данном видео мы познакомились с понятием конструктора, изучили преимущества использования и рассмотрели два способа их создания в Кликсенс. Надеемся, что данное видео было вам полезно и благодарим за просмотр.